Всем привет, мои дорогие зрители! Всегда интересуется, чем я питаюсь и что я ем. Вот я пришла сегодня с рынка, с озерки, покажу продукты, такими я питаюсь, ничем особенные. Ой, а шпакет рвался. Так, сало. Домашнее моченое сало. Это продается только у одной женщины. Она бывает по выходным. Разные перепробовала, но ее самое лучшее. Вот оно бочковое, оно там две недели замачивается. Сейчас покажу. Салат целый кусок. Вот такое. Видно? Не знаю, видно, не видно. Вот такое замоченное. Под черевок. Здесь с чесноком. Вкусно-вкусно. Ароматно-ароматно. Ко мне, когда шведы приезжали, они накупили что-то 4 килограмма. Ставлю в морозилку, оно застывает и потом нарезаю. Вот иду в театр, беру с собой лаваш вот такой. Грузинский. Кусок лаваша. Тоненько нарезаю сало с мясом. И все, это мой обед. Могу взять еще соленый огурчик. Могу не брать. Квашеная капуста домашняя. И кровянка. Меня дома родители, когда еще свинью держали, там бабушка, дедушка, ну и родители иногда делали домашнюю. Она у нас на западной Украине, кровянку делает, дают много гречки. Здесь не дают. Вот такая вот она. Я это ем. Максим этого есть не будет. Ни сала, ни пену, мясо и колбасу. Это я купила аджику. Вот. К салу в самый раз. Это псеница резвяна-хутя. Это специально, когда будет на свет вечер, я буду варить кутюг. Очень любит Максим с орехами, с медом. Это морковка с луком и рис круглозернистый, не длинный, потому что Максим любит, чтобы оно было такое мокрое, плов без мяса. Поэтому плов без мяса, это много морковки, много лука, жареного и что заменяет мясо, это кардамон. Леврук, нет, не кардамон, кориандр. Вот. Кориандр. Это я еще во Львове, когда студенткой была. После тяжелых девяностых. Какое мясо может быть? Вот такой кардамон. Это семена, как оно, сельдерея. Много вот таких семян заменяет клое мясо. Вот. И что я купила? Домашние ребра. Всегда, когда в магазине беру на капустняк, они просто ребра-робра. А на рынке это же вот столько мяса, плюс ребра. Это мясо можно срезать и получается балык. Вот такой. Это на 139. Буду варить капустняк, чтобы закрыть эту тему уже с капустняком по своему рецепту. Когда я говорила, беру копченые ребра, но на капустняк пойдет этих половина. Без мяса, мясо я съем отдельно. Все. Вот это мои продукты. На неделю. Всех вас люблю. Всем хорошего дня. У меня сегодня спектакль закончился. Я еще после спектакля с макияжем таким сценическим побежала на озерку. Ой, сейчас приготовлю Максу клоу. Он на тренировке. Потом у меня косметолог на 4 часа. Надо все успеть. А в 6 часов открытие елки на центральной площади. Всех вас люблю. Всем хорошего, позитивного дня. И вечера. Сейчас придет Максим. Быстро жарится плов. Сейчас покажу. Это лучок зажаренный. Две больших луковицы. Я люблю такие белые. Они не так пахнут сильно. Вот. И туда же две морковки. Масло у меня оливковое, но такое рафинированное. Потому что лук забрал всю морковки. Две. Сейчас оно пожарится. Вот слезы уже текут. Надо смывать макияж. Глаза слезятся. И 200 грамм риса помыла. Вот такого круглого, пропаренного. Пропаренный рис. Он быстрее готовится. Вот. Добавила 500 миллилитров воды. И 200 миллилитров риса. Так оно все варится у меня. Много морковки, мало риса. Чтоб вкусно было. В плов без мяса обязательно надо добавить приправу. Чтоб было ароматно и вкусно. Это кориандра. Полторы столовых ложек. Ложку. Куркумы чуть-чуть. Примерно пол чайной ложечки. Он будет тогда желтенький. Такой красивый. Вот. Туда можно потом вынуть. Но надо поставить два листочка лавровых. Можно приправу для плова. Так как у меня ее нет. И посолить. Морская лавровая. Морская лавровая. И все. Сейчас сын придет. Можно, конечно, варить на крупном рисе. Там в Асмате. В каком-то диком. Но в данном случае это пропаренный. Почти воду уже набрала в себя. И много кардамона. Все. Это была функция жарка, когда жарили морковку. А сейчас уже функция у меня стоит быстрое приготовление. Минут пять. И все будет готово. Так. Все. Плов готов. Вот такой он. Максим любит, чтобы он был такой жидкий. Вот такой консистенции. Отойдет нам? Угу. Все. Тану модно и выгодно. Хватит или еще? Хочется. Кутиварку выключаем. 200 грамм риса. 2 столовые ложки кориандра. 2 морковки. 2. 2 луковицы. Зажарку. Сварите рис. Ешьте и не заляпайтесь. А мама пошла наводить красоту. Потому что приготовление пищи должно занимать не более 20 минут. Правильно, сынок? Угу. Правильно. Вот. Это аджика с баклажанами. Прикуску. Я. Мить посуду. Всем приятного аппетита. Всех вас люблю. Добрый вечер, мои любимые зрители. Я все сделала. Бегу к косметологу. Это я без макияжа такая. Блестяще. А к дороге хочу показать, там такой есть клуб Надзержинского 23 в Днепре. Кто будет в Днепре и будет искать оперу, вдруг захочет прийти на лесу, посмотреть, то есть еще один клуб. Не просто оперный, а опера называется. Если вы скажете мне в оперу, вас, возможно, отвезут сюда. Вот такой красивый внутри ночной клуб, элитный. Называется опера. Внутри очень красиво. Куда-нибудь вас отвезут. Дзержинского 23. Здесь красивые дома, архитектура, еще Екатериненки, как я понимаю. Дальше по дороге находится, сейчас темно не видно, вот там две башни. Днепровская башня-близнецы. На этой улице самые элитные бутики, всякие, самые дорогие в городе квартиры. Это центр. Это чуть подняться от меня вверх. Так что, если будете в Днепре, говорите, театр, оперы и балета. Не спутайте. А то я когда-то вызывала такси, жду-жду, замерзла-замерзла возле оперного, после спектакля ночи. А таксист меня ждет в ночном клубе. Вот так. И в голову бы не пришло, что ночью можно ехать из оперного театра, а не из ночного клуба. И тут чаймыш, например, закончилась часов где-то в 10 с чем-то, поэтому домой попала я в 11. И красивые магазины на этой улице. Платья вечерние. О, мой любимый фасон. Happy New Year до Нового года. Вот и так можно Новый год встречать красиво. Жан. называется Жан. Сейчас я сверну на улицу по Новальце. Вот. А это башни-близнецы Днепровские, которых я вам говорила, вот там вверху флаг. Сейчас туман достаточно. Большой. Сегодня торжественные открытые елки. Красиво так в центре и тамбай. Такая красивая елочка в ростовом центре. Лучше не героев Майдана. Это концерт в Кужинской, что ли? Я не ее поклонник. Много. Вот. Везде глинтвейн. Глинтвейн. Если был мороз, я понимаю. Так. Мороза нет. Мороз. Я не люблю такую громкую музыку. А там? Возле World U8 там находится карто. Максим пошел с другом на фильм. Вечер у меня свободный, но быть на площади в мотолке тут это совершенно не больно. Как это хорошо и прекрасно, что я живу в центре города. Все рядом. Везде хожу песком. Праздники начались. у нас выходные. Понедельник, вторник. Перед католическим рождеством. Так что буду праздновать два праздника. А давайте празднуем. И музыка. И Дед Мороз. И устрицы по 40 и 60 гривен. Один раз попробовала, все больше не хочу. Тут локация для фотосессии и селфи. Горячие глинтвейны. Чай с вареньем. Грузинские. Шашлык прямо на площади. Красота. Но без компании это неинтересно. Я не готовилась к этому мероприятию. Танцы на площади. Ух ты! Вот это так! Как вы круто танцуете! А теперь в два раза быстрее! Все вместе! Давайте, давайте! Приготовили ручки! Приготовили ножки! И... Поехали! Толстый-толстый бегемот Сделал левый поворот Все телесно-паракот Открывает шире рот Я стокромный футур-прок Плет из трубочки-копот Наполняет свой живот В общем весело живет А теперь наоборот В общем весело живет Наполняет свой живот Я без трубочки-копот Я стокромный футур-прок Открывает шире рот Взял билет на караган Сделал левый поворот Видишь, а пока один-то А где второй? Праздники начинаются! Ура, товарищи! Уа! 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 Как у нас все-таки красиво! Там вот сити-центры Фонтанчики И развлекательные разные аттракционы Там кинотеатр находится Прямо! Там мой сын Смотрит фильм Я гуляю Вон там локация для фотосессий Все для развлечений Это мой любимый магазин Батлер Там есть все для дома Украшения Елочные игрушки Красиво-красиво! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok